Добрый вечер! Передача «Зона безопасности» в новом эфире в новом 2019 году. О том, что волновало правоохранители и, разумеется, общество последние дни года ушедшего и первые дни наступившего, расскажем в очередном выпуске. К сожалению, одним из наиболее частых преступлений, особенно в молодежной среде, является распространение и употребление наркотиков, даже несмотря на суровые статьи Уголовного кодекса. Этим темам посвятим программе несколько материалов. Безопасность дорожного движения также была и есть, и будет постоянной темой наших выпусков, а также другие не менее интересные материалы, посвященные безопасной жизнедеятельности. Не переключайтесь! 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за свои деяния получил житель областного центра. За что суд Ленинского района вынес такое суровое наказание, расскажем далее. В апреле прошлого года молодой мужчина был задержан при пресечении границы из Польши в Беларусь в пункте пропуска Домащего. Его автомобили нашли 92 килограмма гашиша. В последствии также было обнаружено в другом автомобиле, которым также пользовался обвиняемым, еще 312 килограммов гашиша. То есть общей сложности 400 килограммов гашиша. Для Брестской области это неизмиримо большое количество, то есть мы с таким ранее органом предварительного расследования не сталкивались. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что обвиняемый действовал в составе транснациональной организованной группы. Приговор суда он опротестовал. Обвиняемый впоследствии обжаловал приговор, был не согласен с квалификацией своих действий, с доказанностью его вины в совершении инкриминируемых преступлений. Но судебная коллегия по уголовным делам областного суда 18 декабря, рассмотрев его жалобу, отклонила и приговор суда стояла без изменений. Так что можно сказать, что жизнь у молодого человека удалась, правда в кавычках. Всего за прошлый год в Брестской области возбуждено 412 уголовных дел по незаконному обороту наркотиков. 56 из них это сбыт. Первые дни нового года и опять задержание наркотиков. Крупная партия особо опасного наркотического вещества на сумму более 12 тысяч рублей выявлена правоохранителями на Брещене. С поличным был задержан наркокурьер. Как проходила операция, далее в программе. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления по наркоконтролю противодействия торговли людьми, совместно с коллегами из Барановичского городдела и при поддержке ОМОНа, на автодороге Брест-Каменец был задержан 23-летний житель Гродно. При обыске в его автомобиле нашли более 100 граммов особо опасного психотропного вещества, что могло составить около 1000 специальных доз для употребляющих наркотики. По нашей информации он и являлся закладчиком интернет-магазина. Он приезжал из территории Гродно, закладки делал на территории Гродненской области и планировал такой преступный умысел на Брещене. Правонарушитель нигде не работал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По нашей информации, сейчас мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Большая стройка в Бресте. О возникших неудобствах от этого строительства для некоторых жителей областного центра далее в программе. И как мы даже не заезжать сюда? У меня мать с той стороны еще живет, инвалид второй группы. Вот скорую опять вызывали. Жильцы дома 38 по улице Героя Бароны Брестской крепости практически отрезаны от цивилизации. Их старенький дом оказался в эпицентке грандиозной стройки западного обхода. Сквозь слезы говорят, что устали терпеть эти неудобства. Постоянный шум, грохот, пыль, грязь. Ко всем бедам недавно добавилось и строительство новой дороги в считанных метрах от дома. И теперь к нему можно подойти лишь окольными путями. Вот поднимаюсь наверх на мост, да? Потом иду там, там мост же открытый, там не закрытая. Иду там на вокзал, на базар, куда мне надо. А потом иду обратно, опять опускаюсь. На автомобиле к дому тоже проехать очень сложно. Во-первых, нужно заезжать на строящуюся новую дорогу, а потом сворачивать на территорию базы районного ЖКХ через ее двор к дому. Днем, говорят, местные жители ворота базы открыты, а вечером на них частенько висит замок. А в доме живет инвалид второй группы Анна Александровна. Ей родственники периодически вызывают скорую, но та из-за проблем с дорогой приезжает не так быстро. Диспетчер звонила, где вы находитесь, скоро вас не найдет. Директор УКС Брестской городской ЖКХ, которая является заказчиком данной стройки, Михаил Вашко, уверяет, временные трудности жильцов этого дома вскоре закончатся, и здесь будет современная дорога. Здесь четыре у нас полосы, общественный транспорт. За проезжей частью идет тротуарная дорожка, велодорожка. Здесь магистраль, уличная магистраль практически. Здесь полное комплексное обустройство улицы, с освещением, как положено. Вот только местным жителям от этого не легче. Ландшафтный дизайн возле их дома делает уже полгода. А срок сдачи объекта – сентябрь 2019-го. Окончание работ приурочено к тысячелетию Бреста. Похоже, жителям трех квартир этого дома остается просто ждать. Обидно, говорят, что с их мнением мало кто считается. Обидно. Ну, наверное, больше на наше государство. Ну, государство, а те, кто этим занимается, кто проектирует, кто, ну, создает все это. Не думая о том, что надо как-то и людям тоже думать, где входы сделать, где выезды сделать, а не только о себе думать. В итоге они так и оказались на отшипе большой стройки. Не только предупредить, но и научить. Сотрудники госавтоинспекции области вместе со специалистами областного управления МЧС провели профилактическую акцию. В чем ее суть, далее в нашем видеоматериале. По статистике спасателей, за ушедший год более 90 автомобилей в Брестской области были уничтожены или повреждены огнем. Причины самые разные. Это неисправное электрооборудование, проблемы с топливной системой, возгорание технической жидкости и иные. Среднее время выбирания автомобиля составляет 5-10 минут. Соответственно, наличие исправного огнетушителя очень важно для обеспечения безопасности. Надежнее всего для обеспечения безопасности автомобиля приобрести огнетушитель с массой огнетушающего вещества не менее 4 килограмм, порошковый. И обязательно убедиться, что огнетушитель сертифицирован на территории Республики Беларусь. Теория теории. А вот как пользоваться тем же огнетушителем? Как правильно подойти к горящему автомобиле? Что делать в первую очередь? И чего не делать вообще? Ответы на эти вопросы звучали во время проведения совместной профилактической акции. Был и практический показ действий водителя. Как тушить возникший пожар и когда лучше быстро вызвать спасателей и не рисковать жизнью? Проведение профилактической акции «Безопасный автомобиль» в первую очередь обусловлено тем, что на территории Брестской области, непосредственно города Бреста, участили случаи, когда возгораются автомобили. И водители не знают, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Профилактическую акцию «Безопасные дороги» провели сотрудники ГАИ области. Что было в центре внимания? Лоб в лоб 30 таких дорожно-транспортных происшествий, жертвами и потерпевшими только за прошлый год, зарегистрировано на территории Брестской области. 22 случаев нарушения правил обгона, 50 – неправильное маневрирование. Уже в первые дни 2019-го в Барановском районе снова не поделили проезжую часть двое молодых водителей. Начало 2019-го года уже омрачено дорожно-транспортным происшествием, именно лобовым столкновением. Так, 3 января около 20 часов 15 минут на 185-м километре автодороги М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, на территории Барановского района, зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие под управлением 22-летней Брещанки. В результате происшествия водитель автомобиля марки «Альфа Ромео», а также пассажир автомобиля марки «Форд Куга» с травмами госпитализированным медицинским учреждением. В разговоре с водителями сотрудников дорожной милиции будто бы есть понимание, как необходимо вести себя на проезжей части. Только вот, по какой причине совершаются эти аварии, когда в ясный день на прямой дороге два автомобиля сталкиваются, что называется, лоб в лоб. При этом страдают люди. Во время проведения акции более пристальное внимание было уделено водителям-дальнобойщикам. В последнее время именно эта категория участников дорожного движения чаще других попадает в сводки дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Как показывает практика, нарушение права лобкона приводит к лобовым столкновениям, и в основном это тяжкие последствия в случае дорожно-транспортного происшествия. Это погибшие люди. На сегодня это все темы выпуск. Оставайтесь с нами. Следующий выпуск программы «Зона безопасности» смотрите в эфире 15 января в 19.55 на телеканале «Беларусь-4» Брест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова